Муж пьет и в Великий пост, и в субботу, и в воскресенье, причем это нормальный человек, который работает в пять дней, а два дня напивается, ну простите меня, до состояния, до скотского состояния. И как быть, я просто не знаю. Я понимаю, что надо молиться. Нет, а что значит быть? Что вы, собственно, хотите? Какая задача? Задача вот какая. Ну, во-первых, очень бы хотелось, чтобы он пришел к Богу. Ну, это, знаете, ведь один человек за другого к Богу прийти не может. Один может помочь другому. Нет, но помочь, когда он скажет, знаешь, вот я один стесняюсь, отведи меня в церковь. Ну, вот, вместе пришли. А вот ты мне расскажи вот об исповеди. Рассказать. Знаешь, человек ждет субботу, воскресенье, только чтобы пить. Как тут привести к Богу? Интересно. Ну, может быть, есть какие-то доводы, слова? Нет, нет. Какие-то, может быть... Нет, никаких слов тут нет. Вот, каждый пьющий, он понимает, что он себя губит. Он просто ничего не может с собой сделать. И не хочет. Потому что он этим, ну, снимает. Вот, всю эту тяжесть трудовой недели, которая была допрежь того. Это вот образ жизни. То есть он живет пять дней в ожидании этих двух. Да. Да. Он, как бы, нашел себе такую нишу. Которую, вот, он так себе устроил. Вот, как жить? Потому что та жизнь без этого его не устраивала. Ну, понятно, родственники хотя бы хотят, что он бросил пить. Но это же невозможно. Если его увещевать, он будет раздражаться. И это раздражение вообще, если пьяного чему-то учить, это чревато побоями. Как минимум. И что в этой ситуации этой женщине делать? То, что она пожелает. Если она желает оставаться замужем, пусть остается замужем. Если ей не в моготу, пусть разводится и разъезжается. Тут каждый человек сам взвешивает. Вот на одной чашке весов развод и все его последствия. А на второй чашке весов сохранение брака со всеми его последствиями. Из этой ситуации выхода такого стерильного нет. Ну, вот нет. Тут нужно выбрать. Ну, как тут быть? Никак. Тут никакого хорошего такого выхода нет. Оба плохие. Но есть один лучше, другой хуже. Ну, вот, собственно, и все. И так больше. А так, чтобы там вот куда-то съездил, что-то там прочитал, к чему-то приложился, кого-то там посетил. Где-то в далеком лесу. И после этого, чтобы там семейная жизнь наладилась, человек бросил пить, никогда в рот не брал. Ну, так не бывает. Ну, конечно, один случай из там, может быть, 10 миллионов вариантов бывает. Но это я вот за 33 года ни с одним таким не сталкивался. Женщины многие думают, что если разведусь, значит, не донесла свой крест до конца. Раз пьет, ну, значит, мне за грехи мои таков. Раз она так считает нужным, ведь каждый поступает по своей вере, если она так верует. А лично я верую совсем иначе. Я считаю, что это мазохизм. Вот так себя отдавать на растерзание. Ну, а какая цель? Ну, вот одна пишет. Я знаю свои грехи, и они тяжкие. И я считаю, что это мне от Бога наказание. Ну, это на здоровье. Ничего в этом плохого нет. Многие древние христиане даже брали себе в дом, ну, от какого-нибудь тяжело больного или калеку. И его обихаживали ради исцеления своих грехов. Втратили на него время, деньги, жив площадь. А слава Божию, никто же ничего против не бывает. Ведь что такое алкоголизм? Ну, это тяжелейшее психическое заболевание. Ты ради любви к Богу хочешь с ним жить и это все терпеть? Да кто ж тебе, так сказать, этого тогда? А что ты спрашиваешь? Живи, терпи, корми, получай. Никто же не будет... Я священник, что я буду говорить, во что бы ты не стал разведись. Нет, просто говорит человек, невыносимо не могу. Ну, не можешь так. Что лучше, в петлю или развод? Ну, понятно, развод лучше, чем в петлю. В разводе вообще ничего хорошего нет. Но в петлю хуже. Вот, собственно, и все. Из двух зол выбрали. Ну да. 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 Продолжение следует...